Четыре совета для девушек по поиску мужчины для отношений. Это видео будет полезно тем девушкам, которые дорожат своим временем и не хотят спускать его в пустую при поиске мужчины, при общении с мужчиной. Обязательно посмотрите его до конца. Скорее всего, вы не делаете ничего из того, о чем я сегодня буду говорить. Ну а если делаете, еще раз будете убеждаться в том, что вы действуете абсолютно правильно. Первое. С чего бы я хотел начать свои рекомендации вам? Ваша задача, прежде чем идти на знакомство с мужчиной, на контакт с мужчиной, провести внутренний анализ. Я хочу поделиться с вами очень классной техникой, которая поможет вам упростить тот самый самоанализ. Она состоит из трех зон. Есть красная зона, есть желтая зона, есть зеленая зона. Что относится к красной зоне? В красной зоне вы описываете те качества мужчины, с которыми вы не готовы мириться. Здесь даже речь идет скорее о его недостойном поведении. Возможно, этот мужчина является бабником и в его окружении огромное количество девушек, подруг, с которыми он тусит, проводит вместе время. И вам это действительно может не понравиться, станет причиной конфликтов. Может быть он наркоман, может быть он алкоголик, может быть он безработный, может быть он человек безнадежный и безответственный, может быть он маменькин сынок, а может быть у него есть явные намеки на то, что он является абьюзером и насильником. Самая главная задача, фундаментальная, никогда не обманывать себя в красной зоне. Если вам может даже показаться, что вы можете этого мужчину исправить, с вами он будет другой, с вами он будет более обходительный, нежный, ласковый, уважительно относиться и хранить верность. Он каким-то образом произведет переоценку ценностей, когда познакомится с вами ближе. Это все абсолютно нерабочая программа. В красной зоне любое предательство приводит вас к самоуничтожению. Желтая зона, она состоит из качеств мужчины, которые на первый взгляд могут казаться странноватыми, но при этом не являются для вас критичными. То есть, критически не влияют на принятие мужчины. Он может быть какой-то нерасторопный, медлительный, как-то там почавкивает, дурные шутки какие-то у него не в ваш адрес, а просто смеется как-то странновато. В общем, есть какие-то качества, которые вроде бы обращают на себя внимание, но с другой стороны, да и фиг с ними. Нормально. У всех у нас есть свои какие-то уникальные отличия. А вот зеленая зона, она как раз-таки тоже очень важная, не менее важная, чем красная. Почему? В зеленой зоне вы выписываете все те качества мужчины, его ценности, интересы, увлечения, планы на жизнь, взаимодействие с людьми, отношение к вам, способ достижения целей, заработок, взаимодействие с близкими, с родственниками, с друзьями, с простыми людьми. Вот ваша задача в зеленой зоне описать хорошие качества мужчины, которые вы должны в нем обнаружить. Почему это важно? Когда мы находим себе партнера и не ориентируемся на эти три зоны, они начинают смешиваться. Нам очень сложно понять и определить, стоит ли нам вообще взаимодействовать с этим человеком. Вот представьте себе, вы общаетесь с мужчиной и определяете для себя, что в красной зоне, например, список очень существенный такой, огромный. В желтой зоне тоже достаточно большой список, а вот в зеленой зоне вообще ничего нет. То есть там пустота. Есть каких-то пару пунктов, может быть, и все. Стоит в таких отношениях быть? Конечно, нет. И ваша задача вот такой анализ обязательнейшим образом проводить. После этого уже можно двигаться дальше, переходить к следующему этапу. Следующий этап какой? Это психологическая зрелость. У вас наверняка возникает вопрос, чья, моя или мужчина? Естественно, в первую очередь ваша. О чем говорит психологическая зрелость? Она говорит о том, что вы способны среди мужчин выбирать для себя человека, с которым можете быть в близких отношениях. То есть психологически зрелая женщина всегда отреагирует на психологически зрелого мужчину. И наоборот, если у вас нет состояния психологической зрелости, если, например, вы женщину, у которой отсутствует внутренняя опора, базовая безопасность, и присутствуют какие-то страхи, неуверенность в себе, проблемы с самооценкой, непроработанный опыт прошлых отношений, вы обязательным образом встретите человека, который будет соответствовать вашим страхам, комплексам и вашему уровню психологической зрелости. То есть некая зашоренность. Безусловно, очень многие девушки это игнорируют и соглашаются идти в отношения, оценив свое состояние с позиции «я влюблена», «мне понравился», «есть страсть» и «сексуальное влечение». Но в конечном итоге это все проходит, и вы просто-напросто остаетесь, как старушка у разбитого на корыто. Поэтому ваша задача – состояние психологической зрелости взращивать в себе, воспринимая это основной задачей, которая стоит перед вами в выборе мужчины. Каким образом это все делается? Смотрите, безусловно, психологическая зрелость – это целый комплекс мероприятий. Начиная от границ личного пространства до деструктивных способов мышления, паттерны негативного мышления и многое-многое другое. Вот об этом, обо всем я очень подробно рассказываю на своей программе «Я такая одна, удобная или уникальная». Я могу вам сказать, что просмотрев все пять вебинаров, вы гарантированно будете понимать и определять, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Я вам приведу очень простой пример. Женщина психологически незрелая залетает в отношения, в позиции ребенка, постоянно притягивая в свою жизнь мужчин грубоватых, агрессивных, абьюзеров, которые воспринимают и считывают ее как малышку какую-то, не относятся к ней с уважением, постоянно ее упрекают, чем-то переделывают и воспитывают. И эти мужчины будут появляться всегда. Либо женщина, наоборот, находится в состоянии такого полярного перекоса, когда она входит в позицию, в отношения с мужчиной с позиции мамочки, и ей постоянно попадаются слабые мужчины. Эти моменты нужно изучить. Поэтому переходите после просмотра видео по ссылочке, которая находится под этим видео, регистрируйтесь абсолютно бесплатно из любой точки мира, принимайте участие в моей бесплатной программе. Следующий очень важный момент. Ошибка многих женщин. Вы не идете на контакт с мужчинами, которые не вызывают у вас вау-эффекта, а реагируете только на тех мужчин, которые запускают этот эффект. Вау, какой! Вот это состояние вау может быть проявлено и спровоцировано по разным причинам и обстоятельствам. Но в чем опасность? Когда вы находитесь в позиции вау, когда вы находитесь в позиции внутреннего восторга, вы являетесь жертвой воздействия гормональной системы, нестабильное эмоциональное состояние. То есть такое легкое психическое расстройство. И в этот самый период вы можете проигнорировать все то, о чем мы с вами говорили, обсуждая три зоны. Красную, желтую и зеленую. А вот когда вы позволяете себе общаться с мужчиной, рядом с которым у вас нет явно выраженной такой реакции вау, нет биохимии, как вы ее называете, химии нет. Вы в процессе общения оцениваете контакт с таким мужчиной как безопасную среду взаимодействия. Рано или поздно может произойти следующее. Вы в этом человеке, в этом мужчине будете открывать для себя какие-то интересные качества, интересные грани личности. Возможно, начнет появляться химия. Может такое быть, что ничего не возникнет. И такое бывает. Но не лишайте себя возможности общаться с мужчинами, рядом с которыми вы можете быть психоэмоционально стабильны и не находиться в сумасшедшем гормональном состоянии. Еще один очень важный момент. Это четвертый пункт. Естественно, абсолютно каждая женщина во время общения с мужчиной, когда вы узнаете друг друга, ваша задача ориентироваться на собственные ощущения. Что я чувствую, когда нахожусь рядом с этим мужчиной, либо вообще после входа в отношения с этим мужчиной. Очень часто девушки сталкиваются с тревожностью, тревогой, сбой сна, сбой питания. Кто-то вообще отказывается от еды. Кто-то наоборот начинает сжрать как-то в себя. У кого-то пропадает концентрация. Кто-то обнаруживает в себе упадок сил. Раздражительность определенную, нежелание взаимодействовать с другими людьми, с подругами, заниматься любимыми делами, проводить время с родственниками, например. А все мысли и тревожность направлены на этого мужчину. Какими могут быть причины? Первое. Наша задача определить для себя, что является первопричиной моего состояния. Чаще всего это такая программа со стороны мужчины ближе дальше. Такие эмоциональные качели. О чем это говорит? Когда мужчина вроде бы и с вами, а вроде бы и не с вами. Он вроде бы есть, а вроде бы его нет. Он захотел, позвонил, захотел, не позвонил. Он захотел, встретился, захотел, не встретился. Пропал, появился. Исчез куда-то, потом опять появляется. Вы понимаете, что рядом с таким человеком, то есть причина вашего состояния, это нахождение рядом с таким человеком. Здесь нужно моментально, пока отношения не зашли слишком далеко, ставить точку и выходить из них. Но если вдруг вы понимаете, что ваше тревожное состояние никак не связано с мужчиной, то есть он не дает поводов для тревоги, оснований для этого никаких нет. Здесь уже вам нужно задуматься над тем, каким образом избавиться от этого состояния в психотерапии. То есть диагностика здесь нужна 100%. Потому что очень часто женщины, невротики входят в отношения с мужчинами и волнуются там, где не нужно волноваться. Я вам приведу очень простой пример. Молодой человек знакомится, ну мужчина молодой знакомится с девушкой. Вроде бы все хорошо и замечательно. У него совещание. Он оставляет телефон в своем кабинете, сам находится в переговорной комнате. И совещание длится там практически час сорок минут. А девушка ему в это время позвонила, он не ответил. Она перезвонила еще раз, он опять не ответил. Она ему там позвонила раз 36, он не ответил. Она давай ему написывать, смски разные. Вот почему ты мне не отвечаешь, неужели ты так занят, мог бы хотя бы два слова написать. Извини, я сейчас не могу. Пятое, десятое, двадцатое. Если у тебя кто-то есть другой, так скажи. Если тебе пропал интерес, скажи. И понеслось. Она просто давает транслировать какую-то истеричность свою. Он говорит, заканчивается совещание. Я беру телефон, я просто в ужасе. Я когда увидел количество пропущенных звонков, у меня первая мысль. Я вижу просто в телефоне, что 30 чем-то пропущенных. У меня первая мысль была, что с мамой что-то случилось. Она у меня сердечница. Я хватаю телефон, судорожно смотрю. А это от моей девушки. Открываю сообщение, а там сообщений не меньше. И все с негативным характером и окрасом. Она просто мне вынесла все мозги. Хотя при этом у нас не было никаких оснований. Не доверять друг другу. У меня не было вообще такого, чтобы я пропадал с радаров. Да, мы все это проговорили, выяснили. И просто договорили, что в следующий раз, чтобы она не психовала, не нервничала. Я буду говорить, что у меня там совещание. И меня не будет на связи пару часов. Но это тоже не выход из ситуации. Теперь получается, мужчина должен каждый раз подстраивать свои действия таким образом, чтобы его женщина не впадала в собственную истерику. Вызванную ее страхами, неуверенностью в себе, нездоровой самооценкой, отсутствием психологической зрелости. Здесь задача такой женщины также пройти мою программу бесплатную. Это крайне важно для того, чтобы, первое, научиться идентифицировать свое состояние, научиться выстраивать контакт со своим эмоциональным интеллектом и избавиться от страхов невротических убеждений, от родовых страхов, которые тоже могут преследовать женщину. Папа изменял маме всю жизнь, и теперь она в отношениях постоянно подозревает мужика. И отработать это все, привести в порядок самооценку свою, сексуальность свою. Для тех, кто желает это сделать, ссылка находится в описании под этим видео. После просмотра ролика переходите по ней и регистрируйтесь на бесплатную программу. Для этого нужен только интернет. Из любой точки мира можно принимать участие. Так вот, возвращаясь к пункту внутренних ощущений. Допустим, у меня в практике было достаточное количество женщин, которые собственноручно уничтожали отношения, но приходили к этому пониманию уже спустя определенное время. То есть женщины, которые из-за своей неуверенности и тревожности входили в отношения с нормальным человеком, который был готов и обсуждать, и договариваться, и уважительно относиться, и границы не нарушал, но не хватило терпения. И так действительно бывает, что женщины психологически незрелые, они могут встретить мужчину психологически зрелого, но спустя время, как правило, этот мужчина дистанцируется, он уходит, и он пропадает с радара, вы его больше не видите. И какое у женщины складывается мнение? Все мужики козлы. Здесь проблема не в том, что все мужики козлы. Проблема совершенно в ином. В том, что у вас не получается выходить на контакт с мужчиной через состояние психологической зрелости, которое дает вам абсолютную уверенность в себе и спокойствие, такое умиротворение внутреннее. И вы должны также понимать, что все, что мы содержим в себе, мы транслируем вне себя. И невозможно скрыть вашу неуверенность и ваши страхи. И вы можете даже говорить вслух, что я вообще не боюсь тебя потерять, я вообще не переживаю, будешь ты с другой или не с другой, но это на уровне слов. А по факту все, что вы чувствуете, ваша тревожность передастся мужчине. И эти отношения плохо закончатся. Поэтому проанализируйте это видео, сделайте для себя выводы и никогда не совершайте ошибок, которые вас делают несчастливыми.